Здравствуйте! В эфире программа «Собеседник». Как всегда, мы постарались подобрать информацию, полезную для различных категорий населения. Итак, сегодня вы узнаете, как бабушки и дедушки осваивают компьютер. В рубрике «Диалог» поговорим о приемных семьях для пожилых людей-инвалидов. Ну и по традиции наша программа откроет видеообзор событий о социальной жизни области. В текущем году система социальной защиты населения в Российской Федерации отметит свое 95-летие. Под знаком юбилейной даты в нашем регионе уже состоялся целый ряд мероприятий областного уровня. Это конкурс профессионального мастерства работников государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания населения. Это весенняя акция по высадке деревьев в сады добра. Это фестиваль художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями. Вместе мы сможем больше. Это благотворительная акция «Соберем ребенка в школу». Сегодня в городах и районах Оренбуржья идет сбор информации об истории создания учреждений социальной сферы. Совсем скоро мы узнаем имена людей, которые стояли у истоков соцзащиты населения нашей области. Собранный материал будет положен в основу экспозиции, формируемой в рамках столетия системы социальной защиты в России. Завершилась летняя оздоровительная кампания. В этом году в загородных лагерях и санаториях смогли поправить свое здоровье и отдохнуть более 100 тысяч оренбургских ребятишек. Особенностью этой кампании стало то, что путевки родители приобретали с помощью сертификата. Это и больший выбор услуг, и контроль за их качеством. Сертификатная система, она очень прозрачная. За каждым ребенком конкретно закреплен сертификат. Если ребенок и родители участвовали в заявочной кампании, то сертификат идет непосредственно за каждым ребенком. Новая система организации детского отдыха в нашей области показала свою эффективность. Для того, чтобы в будущем году школьники смогли так же весело и интересно провести лето, родителям нужно заблаговременно позаботиться о получении сертификата. Изначально это была идея помочь многодетным семьям подготовить детей к учебе. Теперь акция «Соберем ребенку в школу» стала в нашей области не просто доброй традицией, а еще и большим праздником. В Северном округе Оренбурга в парке 50-летия СССР собрались девчонки и мальчишки из малообеспеченных семей. 24 из них первоклашки. Им особенно не терпится взять в руки красивый ранец. Акция стала возможной благодаря усилиям муниципалитета и руководителей 60 предприятий округа. Подарки вручает и более старшим ребятам, ведь 1 сентября – это праздник для всех. Известный в нашем регионе и за его пределами реабилитационный оздоровительный центр «Русь» встречает ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников со всей области. Отдыхать и набираться сил в течение 21 дня будут 100 заслуженных оренбуржцев. Будет программа составляться на каждого. Прекрасное питание, прекрасное физиотерапевтическое лечение. Мы занимаемся психологической разгрузкой, проводим мероприятия медицинской реабилитации, социокультурные, возим театры. Региональное министерство социального развития до конца этого года планирует оздоровить в центре «Русь» 600 ветеранов. Теперь в приемной семье могут жить не только дети. В Оренбургской области принят закон об организации и осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. У тех, кто полностью или частично утратил способность самообслуживания, появилась возможность избежать одиночества, жить в заботе и внимании. О том, на что направлен закон, как он будет внедряться в нашей области, мы поговорим в нашей рубрике «Диалог». Сегодня у нас в гостях заместитель министра социального развития Оренбургской области Роза Александровна Палатова. Здравствуйте, Роза Александровна. Я приветствую вас в нашей программе, в нашей студии. Разговор, который пойдет сегодня у нас, лично меня очень интересует. Принят новый закон, совсем скоро он вступает в силу. Я бы назвала его достаточно милосердным законом. Но скажите, пожалуйста, вот сколько у нас в области пожилых людей, инвалидов, которые нуждаются в семейной опеке? В 2013 году наш закон принят сразу в двух чтениях депутатами законодательного собрания 21 августа. И он вступит в законную силу с 1 ноября. В процессе мониторинга изначально желающих создать приемную семью 33 человека было. А первые результаты мониторинга мы уже имели в мае месяце. А желающих быть помещенными в приемную семью было 19 человек. Затем, вот на сегодняшний момент, эта цифра увеличилась на 35 и 29 соответственно. Но учитывая жесткие критерии отбора, как для получателя социального обслуживания в приемной семье, так и для лица, желающего организовать приемную семью, все-таки потенциально, на наш взгляд, с 1 ноября их будет создано 19. Роза Александровна, ну, еще один немаловажный вопрос. Какие требования будут приявляться к тем людям, которые готовы принять в свою семью инвалидов и пожилых людей? Наверное, это непросто все-таки. Это непросто, конечно, здесь и психологический аспект важен. И вот можно даже этот аспект назвать как одним из самых проблемных. Есть ограничения. Какие это ограничения? Во-первых, лицо, которое нуждается в социальном обслуживании, назовем его получатель, так у нас трактуруется и в нашем областном законе, он должен быть обязательно пенсионером, инвалидом, причем женщины в возрасте 55 лет, а мужчины старше 60 и старше, и совершеннолетние инвалиды, которые не могут или постоянно, или на какое-то время временно находиться без постоянного присмотра и выполнять все свои нужды самостоятельно. Вот для таких категорий людей и создается вот такая стационарозамещающая форма работы как приемная семья. Обязательным условием, чтобы ни у того, ни у другого лица, а еще дополнительно у лица, который создает приемную семью или претендует на создание приемной семьи, не было никаких злокачественных образований, инфекционных заболеваний, ну и так далее, и так далее. Конечно, психологические аспекты тоже учитываются обязательно в той части, чтобы не было противопоказаний с этой точки зрения. Более того, если у гражданина, который желает создать приемную семью, есть совершеннолетние члены семьи и предполагается этим лицом, который планирует создать приемную семью, проживание на своей территории, в квартире, в собственном доме, обязательно учитывается следующий аспект. Это наличие учетной нормы жилплощади в квадратных метрах утвержденным органом местного самоправления той или иной территории. Имущественные вопросы тоже аналогично рассматриваются. Все в законе у нас четко прописано, где какие права, у кого, у какой категории. Если комиссия, а комиссия создается при комплексных центрах социального обслуживания, которые у нас есть в каждом муниципальном образовании, пришли к выводу, что и документы соответствуют, а выходом на место проживания комиссия еще и выносит решение и составляет акт материально-бытового обследования, есть ли все необходимые условия помимо жилплощади. То есть то, что в семье необходимо для комфортного проживания, психологического, наверное, удобства тоже. Комиссия, осматрив, увидев, выносит такое решение и выносит заключение. Да, все условия имеются, и решение комиссии рекомендовать к созданию приемной семьи по такому-то адресу у конкретного такого-то гражданина. Заключается трехсторонний договор между комплексным центром, который будет осуществлять контрольные функции, и ежемесячно отслеживать, как же данная семья осуществляет уход и всевозможные услуги, которые получать этот гражданин должен семье за денежное вознаграждение. Вот, кстати, давайте коснемся финансовой стороны вопроса, как будет складываться бюджет приемной семьи и какое-то финансовое вознаграждение, я так понимаю, законодательством предусмотрено. Да, совершенно верно. Бюджет приемной семьи, а он регулируется тоже трехсторонним договором, о котором я уже упомянула, значит, от получателя услуги, то есть пенсионера, предполагается вливание в приемную семью денежных средств от получаемой пенсии не более чем 75%. Остальные личные денежные средства в размере не менее 25% от получаемой пенсии остаются у него как личные денежные средства. Причем, хочу оговориться, потому что у нас среди слушателей есть пенсионеры, которые получают две пенсии. Так вот, в бюджет семьи берется только эта часть, не более 70%, от одной пенсии по желанию получателя. Затем также договор обрегулируется, в какой сумме или в каком размере будет в бюджет семьи выделены личные средства лица, который изъявил желание создать и создал приемную семью. Ну вот, согласитесь, взять семью чужого, уже взрослого, сформированного человека, подчас с большими проблемами, очень сложная. И вот с вашей точки зрения, на каком этапе возникнут первые сложности? Ну вот на этапе рассмотрения документов и знакомства. Вот хорошо, когда и получатель в будущем услуги, и лицо, которое желает создать приемную семью, живут рядышком, буквально, в сельской местности или в одном дворе, если это городская территория, то они, можно сказать, знают друг друга давно и психологически, возможно, даже и готовы к тому, что проживать в одной семье или на территории получателя услуги, или на территории того, кто создает приемную семью. Законом предусмотрено, в одну семью можно при наличии соответствующих условий разместить до 4 граждан пожилого возраста. И на каждого гражданина заключается, будет вот этот трехсторонний договор и прописываться все права и обязанности. Но, конечно, очень сложно отследить следующую позицию. Приемная семья создана, договор заключен, отслеживание работы идет, а где-то психологической совместимости не наблюдается. Бывают такие ситуации. Вы знаете, прежде чем готовить наш документ, мы выезжали сотрудниками министерства в июле месяце в город Самару, для того, чтобы изучить опыт Самарской области, потому что они работают по аналогичному нормативному правовому акту с 2008 года. И вот они говорят, что... А у них на сегодня, за вот этот период, уже 190 человек в рамках приемных семей работают. И показатели психологической несовместимости незначительные. Ну, это где-то 7-8% они сказали, и то они возникали в начале работы аналогичного закона. Пока не притёрлись люди друг к другу. Вообще, насколько общество готово к тому, чтобы принять семью пожилого, больного человека? Наверное, это основной показатель того, что общество готово. И мы же знаем, что вот даже сами бывает, знаем, одинокая бабушка проживает или дедушка, мы же ходим им, помогаем, и ничего не требует взамен. А здесь законом предусмотрена ежемесячная денежная выплата. Поэтому, я думаю, наше государство правильно, и наша область в том числе, сделала выбор и остановку на этом законе в целях того, чтобы сохранить привычную старость, привычные обстановки, и качество социальных услуг и доступность их была организована непосредственно на месте проживания гражданина пожилого возраста. Сложно оторваться от родного дома, от родной улицы, от двора. Дай бог, чтобы аренбуржцам хватило сил, терпения, мудрости, милосердия. Но вот сейчас нас смотрят, слушают с вами люди, и у кого-то созрел этот план, у кого-то появилось желание принять в семью пожилого человека или инвалида. Где и как более подробно эти люди могут ознакомиться? Ну, закон наш вступает в силу только с 1 ноября, но он уже для того, чтобы ознакомиться с ним, возможно, посетить наш сайт Министерства социального развития. Он там размещен, и он размещен довольно-таки продолжительное время, еще в процессе и в стадии его обсуждения. Поэтому наши и, с одной стороны, будущие получатели, и те, кто желает создать приемную семью, уже сейчас может обращаться и к специалистам Министерства социального развития, и в комплексные центры тех территорий, в которых они проживают. Хочу еще отметить, что у нас, вот эти 19 человек, это готовые. 5 человек Абдулин, Абдулинский район, Кваркинский район, Первомайский район. Там уже по 2 человека есть. Ну и по отдельным территориям по 1 человеку уже желающие есть. То есть мы с 1 ноября уже будем иметь 19 семей. Ну, в общем, проект еще только-только на стадии старта. Я желаю успеха вам в осуществлении контроля, вот и связи получателей, тех, кто принимает людей в семью здоровья. Я думаю, эта тема не исчерпана на сегодняшний день, и мы еще не раз вернемся к ней в рамках нашей программы. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Информационное пространство сегодня плавно переходит в интернет. И старшее поколение, далекое от инновации, оказалось в некой изоляции. Особенно одинокие пожилые люди, которым не с кем пообщаться, обсудить волнующие события общественной жизни. Говоря современным языком, они находятся в иной плоскости. Сегодня эта проблема разрешима. О том, как попасть во всемирную паутину тем, кому за, рассказывает Елена Фурсова. Пенсионеры, которым наскучили радио и телевидение, стремятся идти в ногу со временем и охотно осваивают просторы интернета. Ведь в нем сегодня можно оплатить коммунальные услуги, получить онлайн-консультации специалистов, узнать последние новости и даже пообщаться с родными и друзьями, которые живут в другом городе. Научиться компьютерной грамотности можно в специальном учебном центре «Твой курс», который работает на базе областной универсальной научной библиотеки имени Крупской. Работой по продвижению компьютерной грамотности среди населения наша областная библиотека занимается давно. То есть на протяжении последних 10 лет эта работа ведется. Но где-то с 2008 года у нас при библиотеке работает учебный центр, открытый по инициативе компании «Майкрософт». Причины, по которым электронный зал библиотеки никогда не пустеет, у каждого пользователя разные. Ираида Васильевна Полякова на протяжении двух лет осваивает компьютер, чтобы лучше выполнять обязанности секретаря-бухгалтера Городского совета ветеранов войны и труда. Мне 85 лет, но я еще дружусь. Я сейчас стала очень хорошо разбираться в программных материалах по отчетности, пенсионной, социальной. Вот это компьютер мне помогло. Вера Викторовна Шайдарова за 4 месяца освоила интернет, чтобы активно общаться в социальных сетях и внедрять в «Одноклассниках» философию здорового образа жизни. Я в данном случае здесь группу свою организовала, «Степчаки», где оздоровительные программы. Провожу просто такие видеопрограммы, музыку оздоровительную. Лидия Ивановна Шерстюк – начинающий пользователь. Она приходит интересно использовать для себя, провести время. Все время работала, а вот сейчас приболела, и вот решила заняться своим, как сказать, самосовершенствованием. Вот, хожу две недели сюда. Обучение ведется по специальной программе. Продолжительность урока – не более двух часов. Занимаются посетители самостоятельно при консультативной поддержке администраторов электронного зала. Мы проводим специальные семинары и тренинги, собираем пожилых людей и обучаем их пользоваться интернет-ресурсами. Так у нас прошли семинары по обучению безопасной работы в интернете, по обучению работы на сайте госуслуг и по обучению навигации в развлекательных ресурсах. И все это совершенно бесплатно. Центр активно сотрудничает с городским управлением социальной защиты и помогает внедрению в жизнь областной целевой программы «Старшее поколение». В перечне мероприятий данной программы предусмотрена организация работы по совершенствованию коммуникативных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых людей путем создания условий для обучения пожилых людей компьютерной грамотности. Совсем недавно в Оренбурге появилось еще два центра, где бабушки и дедушки могут освоить персональный компьютер. Инициатива создания проекта принадлежит Межрегиональной общественной ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров Санкт-Петербурга. Называется «Бабушка и дедушка онлайн». Начинание активно поддержали молодежные организации Оренбуржья. Обучают пенсионеров юные волонтеры. Мы будем дублировать этот опыт работы как можно больше, чтобы открывалось этих центров. Получить информацию о классах по обучению компьютерной грамотности можно в центрах социального обслуживания населения области. Это была последняя рубрика тележурнала «Собеседник». Его страницы можно перелистать и в интернете на нашем сайте orininform.ru. Ну, а я прощаюсь с вами. До встречи ровно через две недели. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова